Добрый день, спасибо большое. Ну, давайте начнем тогда сегодняшнюю нашу встречу. Я надеюсь, со звуком у нас все в порядке сегодня. Поговорим сегодня о разных онлайн-инструментах для создания блогов и сайтов. Сразу скажу, что, конечно же, разных-разных совершенно инструментов для создания сайтов существует огромное количество. Я выбрала из этого перечня те сайты, которые, ну, во-первых, показались мне их конструкторы достаточно простыми для освоения, не программистами, а обычными людьми, не обладающими какими-то специальными знаниями. Во-вторых, сервисы, которые бесплатные или которые имеют хороший бесплатный тариф. Ну, и те, которые действительно можно адаптировать под запросы библиотеки, школы, учебного заведения и так далее. Вот о них и поговорим. Сегодня я подготовила рассказ о четырех сервисах для создания сайтов и о шести сервисах для создания блогов. Если у вас какие-то есть свои инструменты, свои находочки, копилочки, то, милости прошу, в чате можно об этом рассказать. Слушайте, я думаю, дополнительная информация не повредит по этой теме. Ну, давайте начнем. По разным причинам библиотекари, учителя начинают изучать инструменты для создания блогов и сайтов. Создаются, естественно, сайты организации, но это уже делают специальные люди. А вот конкретно библиотекарь или учителя может, например, создать сайт, где представить свои методические наработки, то есть свое портфолио такое создать. Можно создать сайт, если вы проводите мастер-классы какие-то, такие мероприятия обучающие, можно под такие мероприятия тоже создавать небольшие сайты. Можно совместный проект организовать с помощью сайта, опять-таки, можно веб-квесты создавать, используя инструменты для создания сайтов. Если на территории учебного заведения или в библиотеке работает музей, то можно и сайт музея сделать. В общем, под все эти задачи очень хорошо подходят сервисы, о которых я расскажу. Ну и по ходу рассказа буду, конечно, иллюстрировать разными примерами. Я набрала примеров из библиотечной практики и из сайта и блога учителей. Так что можно будет сравнить, посмотреть, может быть, какие-то идеи вам покажутся интересные. Начнем с сайтов. Ну, сайт – это прежде всего что-то такое глобальное, грандиозное, масштабное, на котором информация структурирована, то есть заранее нужно прописать структуру своего сайта, что именно вы хотите на нем расположить, какие материалы, как устроено будет меню в этом сайте. То есть заранее вот такое дерево сайта рисуется или как-то другим образом создается, ну и потом на основе него загружается информация, структурируется и тому подобное. Конструкторов для создания сайтов много, большая часть – это для людей-специалистов, но есть и инструменты для начинающих пользователей, которые, в общем-то, можно освоить. Итак, первый инструмент, о котором я хотела несколько слов сказать – Jimdo. Одно время это была очень популярная платформа, много-много разных сайтов было с ее помощью создано, сейчас она уже отошла на второй план, не такая известная. Но так или иначе, вот несколько ссылочек я вам в чат сейчас отправлю. Ну, такая длинная ссылка, потому что там русская кириллица в названии. Это сайт библиотеки и еще сайт учителя, сейчас попозже отправлю, чтобы можно было посмотреть, как это по-разному может выглядеть. Ну и сайт учителя. Чем интересен этот инструмент? Ну, как только мы в нем зарегистрируемся и захотим что-то в нем создать, нам предлагается два варианта. Сразу скажу, что сайт на английском языке, я его перевела через Google Переводчик на русский, вот так получилось, как у меня на слайде. Перевод довольно корректный, собственно говоря, через переводчик хорошо все работало. Итак, здесь есть два варианта. Либо через кодирование, но это для специалистов, я даже не стала пробовать этот вариант. Я попробовала создать, как начинающий пользователь, без кодирования, то есть создать пошагово сайт. Как это можно сделать? Создатели сервиса утверждают, что у них сайт будет создаваться на основе искусственного интеллекта. Но это, по-моему, немного преувеличено. Процесс здесь очень простой. Вы отвечаете на несколько вопросов, которые вам будут заводовать на экране. Например, будут спрашивать, в какой области будет относиться ваш сайт, для кого он предназначен, будете ли вы один работать, или для коллег создаете и так далее. В зависимости от ваших ответов вам будет предложен макет сайта, который, на взгляд разработчиков, кажется наиболее оптимальным вариантом. Ну вот, примерно так выглядит диалог. Для кого вы создаете сайт? Ну и, соответственно, выбираете варианты и двигаетесь один вопрос за другим. Около 10 вопросов примерно здесь. Ну и далее, после того, как я поотвечала на вопросы, предположительно, я пыталась создать сайт библиотечный, ну, мне предложили вот такой вариант, вот такой шаблон сайта. Конструктор здесь очень-очень несложный. Google-переводчик лучше здесь использовать для перевода, чтобы не заблудиться. Ну, вот с правой стороны, например, написаны списком, что здесь можно добавить внутрь этого самого сайта. Ну, конечно, тексты, различные музыку можно добавить, изображение, меню, конечно же, контакты, ну и вот основные разделы новости, контакты и так далее. Списочек не очень большой. Принцип здесь работы блоковый. Вообще для вот этих вот всех сервисов, для создания сайтов, используется как раз вот плочный вариант. Когда вы выбираете название блока, который вы хотите добавить на страничку, и вам выдается несколько макетов. Ну, например, я выбрала блок, который называется слайд-шоу. У меня есть несколько фотографий, я хочу делать фотогалерию. Выбираю слайд-шоу, и вот с правой стороны, с левой стороны появляется несколько макетов, из них нужно выбрать тот, который подходит. Можно немножко изменить цветовую гамму, поменять блоки, естественно, местами, но список здесь не очень большой. Более того, бесплатный тариф здесь довольно ограниченный, к сожалению. Дело в том, что бесплатно можно создать только пять страниц, и дается на все это 500 мегабайт свободного пространства. Это, конечно, очень-очень немного, поэтому сервис больше подойдет для сайтов-визиток, для сайтов-портфолио, может быть, для сайтов каких-нибудь быстрых проектов, вот для таких целей, не очень долгосрочных, где требуется загружать не очень много информации. Есть у этого же разработчика отдельно шаблоны для блогов. Правда, немножко витиевато мне пришлось в них зайти, но я их все-таки нашла. Просто в поисковике набрала шаблоны Jim Do, и мне выдали вот такие жизнеутверждающие шаблончики, их тут более 20. Это шаблоны, как пишут создатели, для блогов. Но если вот этот конструктор интеллектуальный не очень нам подошел, можно начать с шаблона, пойти другим путем и выбрать здесь. К сожалению, тут нет чего-либо связанного с литературой, с обучением. Здесь все больше шаблона таких коммерческого характера, здесь и пиццерии, и какие-то булочные и так далее. Но так или иначе, по оформлению можно что-то подходящее выбрать, и все это можно адаптировать под свои задачи. Выбираем шаблон, и вот теперь смотрим. А вот если начать с шаблона, здесь список, чего можно вставить, внутрь сайта увеличивается в разы. Вот я открыла весь полностью, чтобы можно было оценить, что можно добавить внутрь сайта, на страничку. Кроме картинок и слайд-шоу, сюда можно добавлять видео, интерактивные кнопки, фотогалерею, информацию социальных сетей, например, подключить в Facebook можно или Twitter. Встраиваемые объекты, так называемый виджет, Google карты, Google форму, опросник для читателей. Что еще? Ну и различные более частные случаи. Тут внизу еще целый список самых разнообразных вариантов. Можно чат подключить, например, и некоторые другие возможности. В общем, поэтому мне больше понравилось работать с шаблоном. Начать с шаблона, ну и дальше наполнять его своим содержимым. Опять-таки останавливает то, что здесь не очень большой тариф, не очень большие возможности у бесплатного тарифа. Когда сайт будет создан, сайту присваивается и домен. Это домен так называемого третьего уровня. То есть сначала будет название вашего сайта, потом будет название сервиса, отжим до, ну и потом уже окончание у него будет ком. Правда, сервис предлагает возможности свой домен придумать. Для этого придется перейти, понятно, на платную версию. Тут их две, есть про, есть бизнес. Это для более таких глобальных сайтов или для бизнес-проектов. В общем, неплохой сервис, функциональный, он не подвисает, с ним все в порядке, в работе удобный. Ну вот такие два минуса английский язык и не очень большой тариф. Да, там есть и пустой шаблон, вы можете начать с нуля. Не обязательно адаптировать то, что есть, можно с нуля. Собственно, такие пустые шаблоны есть у каждого сервиса. Они везде есть, так что можно самостоятельно конструировать. Вот этот сервис, он такой более востребованный, в нем больше создано самых разнообразных работ. Я вам сейчас опять ссылочек несколько в чат отправлю, чтобы можно было посмотреть разные варианты. Называется сервис фикс. Он, в отличие от предыдущего, на русском языке, поэтому работать в нем намного проще. Ну, сейчас еще сайт учителя вам покажу. Ну, еще по ходу пару шаблончиков в чат отправлю, чтобы можно было оценить красоту этого сервиса. Создатели написали на странице, что это один из самых популярных в мире конструкторов сайтов. Ну, вполне возможно, почему нет. Здесь действительно ориентация идет на пользователей-новичков, которые обладают небольшими знаниями по строительству сайтов. Здесь красивый визуальный редактор. Все понятно. Правда, здесь достаточно много настроек, иногда можно в них немножко заблудиться. Но это, с другой стороны, хорошо. То есть можно много что настроить и предусмотреть все варианты, какие только захочется. Здесь опять два пути. Можно начать вот тем самым путем, как в предыдущем сервисе, отвечать на вопросы с помощью искусственного интеллекта. А можно начать создавать сайт в редакторе и перейти к выбору шаблона. Поэтому я сразу к шаблонам обращусь. С помощью искусственного интеллекта можно создать за несколько минут. Но если вы хотите такой более продуманный вариант, то лучше, наверное, с шаблонов попробовать. Ну, вот списочек шаблонов. Я тут открыла. Можно посмотреть, что с левой стороны все шаблоны рассортированы. Это очень удобно. Их действительно много. Они все бесплатные. Здесь можно выбрать под свои задачи. Ну, я, например, выбрала образование. Тут есть отдельный шаблон для школ, для университетов, для онлайн образования, для разных курсов, например, мастер-класс и так далее. Можно отдельно. Тут нет для библиотеки, естественно, шаблонов. Но я, правда, нашла литературные шаблоны на литературную тему. Ну, вот, например, такой. Довольно симпатичный. Я как раз на нем и эксперименты проводила. Вот такой вариант шаблончика. И есть еще интересный шаблон музея. Если создавать какой-нибудь сайт музейный, но, опять-таки, связанный с культурой, то можно и его попробовать. Вот такой вариант есть. Ну, это вот для образования было. Это вот связанные с литературой. В основном здесь сайты для писателей, для электронных каких-то публикаций. Ну, так или иначе, здесь, в общем, здесь намного больше всего интересного. Можно выбирать. А дальше смотрим конструктор. После того, как мы выбрали шаблон, проверили, как он работает, все ли нам в нем понравилось, теперь уже можно приступать к его наполнению. К сожалению, здесь нет такой возможности, если шаблон вдруг неожиданно разонравился, поменять, и все тут же изменится. Нет, нет, нет. Тут придется создавать либо другой сайт, либо начинать все сначала. Поэтому перед тем, как создавать что-то грандиозное, сначала нужно точно проверить, что это тот самый шаблон, который нужен. Ну, а дальше вот через плюсик я открыла список, что можно добавить на страницу сайта. Кроме стандартных текстов и картинок, здесь много есть еще интерактивных элементов, например, кнопки интерактивные, которые ведут на какие-то сайты, списки таблиц, видеоролики, можно в соцсети подключить и сделать даже онлайн-магазин на основе этого шаблона. И многое-многое другое здесь тоже возможно. Самое замечательное, что здесь нет особых ограничений. Здесь можно создавать и несколько сайтов, и много страниц у одного сайта. Поэтому вот довольно популярный сервис. Хотя мне не очень понравилось, он иногда немножко подвисает. Не знаю, у меня ли только это проблема, или это в принципе проблема сервиса. Вот единственное, такой маленький недостаточек, который мне здесь не очень понравился. А так, в общем, здесь все очень симпатично. Здесь предусмотрено очень много. Например, вот то же самое изображение. Здесь можно обрабатывать разными способами. Фильтры применять, кадрировать, растягивать, разрезать, масштаб увеличивать. Это хорошо, что не надо отдельно это где-то делать в специальных программах. Здесь внутри сервиса это все хорошо делается. Здесь есть и анимация, эффект параллакса, который так любят в последнее время на современных сайтах. В общем, на любой вкус здесь много найти чего интересного можно. Здесь получаются и хорошие сайты, и хорошие блоги. Собственно говоря, они не очень сильно между собой отличаются, поэтому один и тот же шаблон можно использовать и как сайт, и как блог. В общем, эта платформа, они себя позиционируют, как платформа для творческих людей. Поэтому здесь много красивых всяких портфолио создается, работы художников, музыкантов выкладываются и тому подобное. Так что все довольно симпатично. Еще один небольшой недостаток, если создать сайт, то будет появляться реклама. Но это издержки бесплатных аккаунтов. Она небольшая, правда, вверху сайта. Обычно она появляется вот там. Если поставить блокиратор рекламы, то вообще вопросов не будет с этим. В общем, он мне довольно-таки понравился. Довольно симпатичный сервис. Можно использовать самое большое его достоинство. То, что здесь нет ограничений по количеству страниц и по количеству сайтов. Это хорошо. Можно создавать много-много проектов. Ну вот, мимо этого сервиса сложно пройти. Google сайт. Я о нем немножко говорила на прошлом вебинаре. Сегодня частично повторю информацию, частично что-то новенькое, надеюсь, расскажу. Сейчас пару ссылок опять, как всегда, в чат отправлю. Разные варианты таких сайтов. Google сайт, если вообще посмотреть, самое главное в этом сервисе – это его функциональность. Если вот про красоту, то это не для Google сайта однозначно. Здесь скорее дело о функциональности. То есть, если нужно срочно, быстро, эффективно, и чтобы все это работало в любых условиях, со слабым интернетом, с мощным интернетом, как угодно. Вот если такой вариант нужен, то это Google сайт, конечно же. Здесь нет особой анимации, здесь нет эффектов параллакса, разных других красивостей. Здесь все просто, и в этом самая главная фишка этого сервиса. Google сайт, его главное удобство в том, что он предназначен, прежде всего, для совместной работы. Поэтому в проектной деятельности это незаменимый инструмент. Вы можете подключить к работе над сайтом столько пользователей, сколько захотите. И они могут добавлять материалы на этот сайт, и вы можете как-то взаимодействовать вместе с ними на этом сайте. И самое главное, этот сайт у вас сохранится на Google диске, и вы всегда можете быстрый доступ к нему получить в любой момент, его открыть, отредактировать, показать и тому подобное. Так что это очень удобно. Для того, чтобы создавать Google сайт, естественно, нужен Google аккаунт. Можно через поиск набрать, создать Google сайт, можно найти в специальном меню раздел сайта и начать с этого раздела. Для начала можно посмотреть на шаблоны. Вообще-то здесь тоже есть пустой шаблон, можно с нуля начать, но можно выбрать что-то из шаблонов. Здесь их немного, как вы видите, около десятка. Но основные есть, есть мероприятия, например, учебный курс, портфолио. Есть и учащегося, и фотографа. Есть даже минимально какие-то шаблоны для работы команды с проектами. В общем, собственно говоря, здесь все самое необходимое есть. Идем дальше. После того, как мы выбрали шаблон, у меня вот шаблон пустой. Я ввела пустой вариант, обычная пустая страница, белый фон. Ну и дальше вот инструменты я в красную рамку вывела, они с правой стороны, те инструменты, которые можно использовать. Google сайт, он лучше всего взаимодействует со своими же собственными сервисами. То есть с Google презентациями, с Google опросами, они же формы, с таблицами Google, вот с YouTube, с видеороликами, с YouTube, с Google картами. Поэтому преимущество здесь будет как раз вот у этих сервисов. Они отдельными кнопочками здесь и даны. YouTube, календарь, карта, документы, презентации, таблицы, формы, диаграммы. Вот они все здесь есть. Если необходимо вставить какой-то встраиваемый объект, ну вот, например, у меня была лента времени, то есть такая опция тоже, можно отдельным блоком, это встроить через код, встраиваемый код, добавить на страницу, и объект встроится. Надо сказать, к чести Google сайта изначально, вот как несколько буквально лет назад, он был не очень удобный, такой немножко архаичный. Сейчас он немножко лучше выглядит, и сайт более современно смотрится. Тем более, если подстроить под свои нужды, допустим, добавить фоновое какое-то изображение, красиво это все оформить, то здесь можно вполне симпатичные версии создать. Чуть выше моей красной рамки есть несколько вкладок. Вот сейчас открыта вкладка, которая называется «Вставка». Это вкладка для добавления разных элементов. Есть вкладка «Страницы». Это чтобы добавлять новую страничку. И есть вкладка «Темы». Тема – это для макета сайта, чтобы поменять его цветовое оформление, выбрать какой-нибудь другой вариант оформлительской работы. Ну и еще красная рамочка в самом верху – это вот рамочка для дополнительных разных действий с этим сайтом. Особенно хочу обратить ваше внимание на значок с человечком и с плюсиком. Это как раз значок для добавления соавторов к сайту. То есть вы можете создать один сайт, на него пригласить разных авторов, каждому выделить по странице. Ну, например, так можно проводить какой-то совместный мастер-класс. Каждый из участников будет заведовать своим разделом этого мастер-класса. И вы можете ему предоставить поле для деятельности. Давайте посмотрим на оформление. Вот я выбрала другое. Взяла шаблон, попробовала посмотреть на шаблон. Ну вот, как его можно оформить с правой стороны. Как видите, здесь не очень много. Вариаций шесть вариантов оформления. Здесь можно поменять и цветовую гамму, поменять стиль шрифта и выбрать вариант простой, изысканный, впечатление, уровень. Они вот так названы. Вот. Выбираем то, что нам нравится, нажимаем, и тут же у нас все меняется на глазах. Мы можем тут же посмотреть, что получится в итоге. Такой минимализм – это очень удобно. Особенно, когда в условиях нехватки времени работаем, то вот создать сайт, допустим, какого-то учебного курса, учебного проекта, то здесь довольно просто. Буквально минут 20 у вас уже готов такой маленький сайтик. Особых спецэффектов здесь, конечно, ждать не приходится. Самое главное – это возможность совместной работы. И второй большой плюс – отсутствие рекламы. Это некоммерческая площадка. Здесь не будет дополнительной всплывающей рекламы. Ничего отвлекать не будет. Поэтому вот Google сайты очень любят преподаватели школьных дисциплин, насколько я знаю. Очень много здесь реализуется интересных проектов на этой платформе. Ну, например, можно сделать, например, квест. Я про квест рассказывала на прошлом вебинаре, но если вам интересно, я могу повторить эту информацию и вот очередную ссылочку дать на такой квест. Квест создан на платформе Google. Очень просто и незатейливо получается, но довольно симпатично. Хорошо. Если вы одобряете мое предложение, давайте расскажу немножко вкратце. Вот примерчик я вам отправила на этот сайт, как это все работало. Если вы помните, то квесты – это какая-то поисковая задача ставится перед участниками. Они от этапа к этапу переходят, ищут какие-то подсказки по ходу, выполняют какие-то задания. Самое интересное вот на этом конкретно примере в том, что здесь этапы квеста изначально скрыты от участников. Они попадают на стартовую страницу. Им предлагается ударить в морскую рынду. Это картинка. К картинке прикреплена гиперссылка. Нажимаем на картинку и попадаем в подготовительный этап. Здесь он не первый, здесь такой вступительный этап. А дальше у них открывается сервис, который называется Learning Apps. Я думаю, довольно вам хорошо знакомый. Выбор этого сервиса не случайен. Дело в том, что в этом сервисе, когда конструируем задание, самая последняя графа, одна из последних, звучит так – обратная связь. В качестве обратной связи можно прописать ссылку на следующий этап этого квеста. И таким образом, скрытый этап откроется только тем участникам, которые правильно ответят на вопрос. Например, здесь надо ребус разгадать. В ответе будет слово «Британия». И если разгадан ребус правильный, то откроется ссылка. Вот она синенькая. Для перехода к следующему этапу. Дополнительно в эту же обратную связь можно вписать разные ключевые слова и дать задание участникам не только переходить от этапа к этапу, но еще и собирать эти ключевые слова. Как налажена связь с организаторами? Участники будут переходить, ключевые слова собирают, выполняют задания, а как общаться с организатором? Для этого в Google сайт можно встроить Google форму. Это все очень просто делается. Это маленький опросник, с помощью которого можно… В этот опросник участники будут вписывать найденные им ключевые слова. Ну и, соответственно, результаты будут приходить организаторам, которые будут отслеживать прогресс участников, смотреть, когда они ответили на вопрос, когда они прислали ключевое слово, правильно ли они ответили и так далее. Вот так можно наладить эту самую обратную связь. Google форма – это очень простой вариант. Самый простой. Тоже очень просто на Google сайт добавляется. Это обычный опросник, где вы можете выстроить нужное вам количество вопросов. Только здесь не варианты ответа предлагать, а предлагать им пустое поле, где они будут вписывать ключевые слова. Дополнительно сюда можно картинки прикреплять, видеоролики, если это необходимо. И все это в Google сайт очень хорошо встраивается. Вот таким образом можно устроить такое вот путешествие – веб-квест. Ну и другой вариант веб-квеста – здесь тоже надо собирать ключи, но здесь этапы не скрыты, здесь они открыты для просмотра, вы можете полюбопытствовать. Это квест по сказкам. Там на неведомых дорожках. Если интересно, тоже можно посмотреть, как это сделано. Довольно симпатично смотрится, хотя и сделано на платформе Google сайт. Довольно так смотрится, очень стильно, на мой взгляд. Вот такая возможность у Google сайта. Это, в общем, мне он нравится, я в нем сама пробовала что-то делать, правда, потом переключилась на другой сервис, о нем чуть позже. Вот на этот я переключилась, на Tilda. Tilda – русскоязычная платформа для создания сайтов, блогов, интернет-магазинов, всего чего угодно. По последним информациям сейчас очень много. Огромное количество публикаций создаются на Tilda. Есть учебные курсы целые, где учат работать с этим конструктором. Есть у них, у самих справочная база, у разработчиков. Они отвечают на вопросы, дают рекомендации, пишут блоги для желающих освоить этот инструмент и многое-многое другое. Как и предыдущий сервис, она работает на основе модульного редактора. Здесь тоже не будет рекламы, но, правда, здесь есть ограничения. Есть бесплатный тариф, и он, в общем-то, неплохой. В бесплатном тарифе в Tilda можно сделать до 50 страниц. Можно их делать отдельными публикациями, как статьи, а можно их объединить в сайт. Я вот делала на этой Tilda, если вам интересно, такая ссылка. Это учебный курс. Он уже закончился, но сайт существует. Сделал как раз я буквально за небольшое количество времени. Ну, а вот вторую ссылочку. Это, да, Директ Академия тоже сделана на Tilda. Это вы правильно заметили. Ну, а вторая ссылочка – это просто отдельная статья, публикация. То есть здесь не обязательно делать сайт, если вы не планируете, если вам просто сайт не нужен, но сервис очень хороший, вы можете отдельные статьи в нем публиковать, они смотрятся очень симпатично. Ну, вот еще пара ссылок на сайт учителя, например. Ну, и вот на библиотечный проект «Электронекрасовка». Здесь много-много разных. Можно найти просто в поиск, вписать название сайта и посмотреть, что выйдет. Вот, вот, я нашла вот такие варианты. Тильда. Чем она хороша? Ну, во-первых, на русском языке. Во-вторых, на сегодняшний день, наверное, такая неофициальная у него пальма первенства принадлежит костильности. То есть здесь действительно можно оформить практически, ну, каждое желание буквально. Каждое слово, каждую строчку можно оформить. Здесь есть шаблоны, на которые можно, с которых можно начать. Вот они. Здесь они рассортированы по категориям. Есть отдельно для бизнеса, для создания онлайн-магазинов, для блогов. Отдельных, допустим, для создания библиотек здесь пока нет. Ну, и здесь есть подходящие. Например, вот шаблон мероприятий, шаблон конференции очень хорошо адаптируется под разные онлайн-курсы учебные, например, под мастер-классы. Отдельно здесь есть еще буркшоп, тоже мастер-класс хорошо адаптируется. Так что можно выбрать для начала шаблон, начать с него. Изначально, ну, вот если вы открыли мой учебный курс, то сделано на шаблоне мероприятие как раз. Та же гамма сохранена синенькая. Для начала лучше начать, ну, на мой взгляд, лучше начать с шаблона готово, потому что здесь можно иногда заблудиться в количестве настроек. Да, он дает сделать только один сайт, но внутри сайта можно 50 страниц сделать. Да. Ну, выйти из этого положения очень просто. У меня несколько сайтов на тильде, у меня несколько электронных почт. Я зарегистрирована в этом сайте, на этом сервисе два раза. У меня два сайта. Один с одной электронной почтой, другой с другой электронной почтой. Вот таким образом можно попробовать выйти из положения. Изначально здесь уже внутри шаблона есть какой-то контент. Все блоки передвигаются, переставляются мышью. Здесь все очень просто, тоже модульный редактор. Выбираем из списка необходимый модуль и добавляем. Изначально уже какие-то модули есть внутри каждого шаблона. Там можно просто поменять содержимое, не удаляя модуль. Ну, например, изменить текст, загрузить свое изображение. И все уже изначально настроено. Можно дополнительно не увлекаться настройками. А вот список шаблонов, блоков точнее, которые можно добавить. Здесь очень подробный список. Это одна третья, наверное, из всего, что здесь представлено. Здесь все начиная с обложки и заканчивая подвалом сайта. Ну, обложка – это самое первое, что встречает подвал. Это нижняя строчка, где контакты, авторские права. Вот такая информация. Вот это интересно, что блокирует. Меня ни разу не блокировали. Странно, почему так происходит. То, что более часто востребовано, ну, жирным шрифтом выделено. То есть заголовки, текстовые блоки, изображения, галерея, которые менее востребованы обычным шрифтом. То есть меню, плитки, списки страниц – это все не так востребовано. Ну, а чуть правее я как раз открыла настройки того же самого текста. Текст можно выровнять разным образом, вертикально, горизонтально. Можно добавить эффект. Можно добавить высоту букв, цвет, как он будет меняться, прозрачность. Это я еще не всю картинку поместила на слайд. Там дальше еще будет много всевозможных настроек. Расстояние между буквами, межстрочный интервал. Нужно ли картинку добавить к этому тексту. Многое-многое другое. Тут для начала просто надо походить, понажимать кнопочки. Допустим, нажимаем мы заголовок, нам выпадает до 10, может, иногда и больше макетов в разных заголовках. Можем пощелкать и посмотреть, как будет тот или иной смотреться макет. Даже если у вас содержимое уже какое-то есть, допустим, вы написали уже название сайта, обложку, решили поменять, это все адаптируется и меняется. Пощелкайте, все поменяйте, посмотрите, тот вариант, который вам больше понравится, тот и выберите. Теперь об ограничениях. Что по ограничениям? Кроме того, что здесь 50 страниц можно сделать и можно один сайт из этих страниц собрать. Бесплатный тариф, если вы впервые здесь регистрируетесь, первый раз с этой электронной почтой, то изначально здесь дается 2 недели на бесплатное использование всех возможностей. То есть 2 недели есть возможность пользоваться всеми преимущественными сетями. То есть можно все блоки открывать, все добавлять их в любом порядке, без ограничений использовать. Но вот была такая возможность, по крайней мере, когда я создавала несколько месяцев назад, такая возможность была. Надеюсь, что она сохранилась до сих пор. В данном случае этот сервис носит в большей степени информационный характер, а обратная связь идет как раз вопрос. Насчет обратной связи. Просто у меня на этом сайте уже бесплатная версия, бесплатная версия сайта действительно не предполагает обратной связи. Это все-таки сайт. Но если есть необходимость обратной связи с пользователями, здесь есть возможность, она, правда, платная, вы можете подключить обратную связь и, допустим, чат настроить. Здесь есть такая опция, здесь есть блок как раз для обратной связи. Вы можете его прикрепить. Допустим, если вам дают бесплатный тариф и можно попользоваться всеми возможностями, вы можете это тут же и сделать. Как только у вас заканчиваются все эти возможности, две недели истекает, сервис предлагает вам перейти на бесплатный тариф, мы на него переходим, и некоторая часть возможностей исчезает, в том числе и возможности для создания чатов. Но те блоки, которые вы уже создали, вот пока у вас была такая возможность, они никуда не исчезнут, даже если они были платные. Вот, поэтому чат тоже никуда не исчезнет. Другое дело, если вы на эту страницу внесете какие-то изменения и немножко ее перепубликуете, то есть, допустим, там хотя бы точку измените и нажмете второй раз публикацию, тогда платные блоки, да, они исчезнут. Но если вы уже все сохранили и менять ничего не собираетесь, то это все у вас останется. Вот такая тонкость с этим сервисом. Обратная связь здесь есть, но если нужна более конкретная, более такая развернутая обратная связь, если вы ее бесплатно хотите, то это лучше обратиться к блогам. Все-таки блоги, они больше ориентированы на обратную связь. Ну и после того, как вы соберете свою страничку, соберете свой сайт, вам предложат придумать название сайту, опять-таки домен будет третьего уровня, вот у меня назывался сайт IT-лайбрари, дальше тильда-вс, ну и у каждой странички будет свое название. У меня они номерами тем назывались. Сохраняем это все и можно уже распространять, делиться с пользователями. В предварительном просмотре это все тут же можно посмотреть, отрегулировать, если что-то получилось не так, как хотелось. Ну, дополнительно, вот как раз страничка для того, чтобы назвать свою публикацию, придумать название своему сайту, добавить какое-то описание. Более того, у этого сервиса есть еще возможности в разделе дополнительное. Здесь можно найти, можно такую сделать публикацию, потом сохранить это все, даже попробовать встроить на страницу какого-то другого сайта или блога, если они у вас есть. Ну, это такая уже особая возможность, но так или иначе здесь тоже она присутствует. Хороший, симпатичный, такой современно смотрится. Здесь много анимаций, эффектов параллаксов. В шаблонах уже все очень хорошо настроено. Постоянно появляются какие-то новые шаблоны, очень красочно все это выглядит. Поэтому мне этот сервис понравился, и в нем я сейчас чаще всего и работаю. Если вас интересует платная подписка, то платная подписка здесь стоит 750 рублей в месяц с частного лица. Таким образом работает. Чатом можно пользоваться? Да, можно будет пользоваться, он будет работать, да. Но если вы, еще раз повторюсь, страницу период делаете, то чат просто исчезнет. Соответственно, пользоваться им уже будет нельзя. Да, он будет работать, все это будет работать, все, что вы платно встроили, оно все будет работать. Главное, ничего больше не переделывать. Такая вот особенность хитрая. Ну, и что можно сделать с тильдой? Да, вообще все что угодно. Вы уже оценили сайт Директ Академии, например. Я вам показала сайт мастер-класса своего. Можно веб-квест сделать на тильде. Вот вам ссылочка. Можно полистать. Здесь частично, конечно, скрытые этапы, но можно хотя бы на первом этапе посмотреть, как все сделано. Может, вам понравится, и вы самостоятельно потом сделаете. В общем, сервис подкупает возможности очень красивой настройки всего, чего только возможно. Из минусов, платные блоки, к сожалению, бесплатно можно видео встроить, а вот встраиваемые объекты, например, если вы хотите карту добавить, какую-то игру из другого сервиса, презентацию, например, встроить, это будет все, к сожалению, уже платно. Бесплатно только картинки, видео и тексты в бесплатном тарифе. Вот такой вот небольшой минус в этом. Ну, давайте от сайтов перейдем к блогам. Если вам не нужно вот такое официальное представительство, мастер-классы, собственно, можно создавать и на платформе блогов. Блоги, они больше ориентированы на обратную связь. Блог – это такой своего рода сетевой дневник, который ведут один или несколько авторов. Как правило, он состоит из сообщений, которые в обратном хронологическом порядке показываются для пользователей. Вот эти сообщения называются посты. По сравнению с сайтом, блог, он такой менее официальный, это более такая неформальная цифровая площадка. Здесь самый большой плюс – это возможность комментирования неограниченного. Это бесплатная чаще всего опция в сайтах для блогов, в сервисах для блогов. И здесь такой стиль и написание более неформальный, более такой журналистский. Но этим блоги и привлекают пользователей. Одно время, где-то примерно, ну, я не знаю, лет пять назад блоги были очень популярны, очень много библиотечных блогов создавалось. Сейчас, к сожалению, количество их уменьшилось. Не всем хватает выдержки и терпения. Вести блог – это все-таки работа, работа дополнительная. Если сайт мы сделали один раз, выставили его, и на этом наша работа закончена, то вот блог, он требует постоянного к себе внимания. То есть здесь нужно и посты публиковать с какой-то периодичностью, чтобы не терять читателей. И одно время, конечно, придется пострадать в том смысле, что ваш блог не сразу заметят. Придется приложить какие-то усилия, чтобы его рекламировать. Ну, среди читателей, каким-то другим способом. Поэтому вы не отчаивайтесь. Первый год, он самый тяжелый для создателей блога. Я прошла этот период. Да, было время, когда блог не читали, и было грустно, потому что пишешь, стараешься, а почему-то никто не видит публикации. Давайте посмотрим, какие площадки сейчас придуманы для создания блогов. Первая площадка – WordPress. Был у нас опыт в работе с этой площадкой. Сейчас я вам несколько не своих ссылок дам, а последнюю покажу, что у нас получилось на этой площадке. WordPress – это сервис, который одновременно позволяет создавать и сайты, и блоги, но сайты здесь больше похожи на блоги, поэтому я отнесла все-таки это в раздел блогов. Вот ссылки на библиотечные блоги, созданные на этой платформе, и сейчас еще на блог учителя покажу ссылку. WordPress, собственно говоря, очень неплохая платформа. Она с хорошим функционалом. Здесь много всего интересного можно создавать. Что мне в ней не очень понравилось – это запутанная навигация, особенно если впервые работаешь. Я помню, что мы очень долго разбирались с навигацией. Вот последняя ссылка – это наше детище на WordPress'е созданное. И второе минус – это реклама. В бесплатном тарифе она будет, и иногда навязчиво будет. Здесь придется блокиратор рекламы, видимо, ставить. И еще один недостаток. Здесь только бесплатный тариф, он все-таки ограниченный. То есть есть часть платных опций. Давайте посмотрим, как здесь все работает, как здесь все устроено. Бесплатных шаблонов здесь около 70. В общем, тут неплохо все. Они довольно функциональные, довольно симпатичные. Я их открыла, как раз можно посмотреть, полистать, выбрать, проиграть тот или иной шаблон. Здесь есть и для коммерческой деятельности, и для некоммерческих организаций. Можно с нуля начать, есть пустая страничка. За основу берем шаблон, начинаем наполнять его содержанием. Что здесь можно добавить, например, на страницу такого блога? Можно, ну вот список так называемых виджетов я открыла. Виджеты – это как раз вот те самые элементы, которые будут появляться в блоге. Ну, кроме меню, можно еще добавить тут отдельно архив каких-то публикаций по месяцам, например, аудио проигрыватель. Можно добавить чат, видеоролики, специальные виджеты для подписки, чтобы участники подписывались на ваш блог, слайд-шоу, галерею и многое-многое другое. Это я не все пролистала, тут виджетов может быть много. Виджеты – это такие блоги, которые будут появляться на страничке слева или с правой стороны. Блог, как правило, это такая публикация из нескольких колонок состоящая. Есть две колонки, есть три колонки. Есть колонка слева, есть колонка справа. В центре, как правило, отображается основное содержание, пост, сообщение, ну, а сбоку вот эти самые виджеты будут отображаться, по которым можно щелкать и еще получать какую-то дополнительную информацию. Далее, что еще здесь можно настроить? Здесь, выбрав шаблон, можно изменить цвет, фоновое изображение, загрузить шрифт, поменять, настроить заголовок, как он будет изображаться, меню. Здесь хорошее меню, как у сайтов, не просто кнопочка, оно еще может быть многоступенчатое, то есть при нажатии на кнопку будет выпадать список, и можно сразу переходить в самую глубину блога таким образом. В общем, здесь все неплохо с настройками, с вот этой вот красотой, с оформлением. Здесь все очень симпатично и все предусмотрено. Давайте смотреть на пост, на сообщение. Начинаем мы создавать сообщения, сообщения двух видов. Это у меня вид классический открыт, можно блочный вид, то есть где каждый кусочек текста будет отдельным блоком смотреться, и вы их можете менять местами. Ну, классический – это традиционный вариант. Вот стихотворение у меня здесь опубликовано. Здесь, как вы видите, можно настроить шрифт, размеры, цитату выделить. Можно киперссылку добавить. Вот отдельную кнопочку, у меня нажатая здесь на слайде. Это кнопочка для добавления медиафайлов. В качестве медиафайлов здесь выступает видео, картинка и аудио. Картинки и видео можно добавлять бесплатно. Видео по ссылке из YouTube. А вот аудио, к сожалению, это платная версия. Как только мы выберем аудио, нам предложат перейти на платный тариф. Еще хороший плюс – здесь все на русском языке. Но опять повторюсь, для начинающих пользователей придется потратить время, потому что здесь с навигацией не все очень понятно. Тут есть метки, есть ярлыки, есть рубрики. Надо разобраться, что, как, от чего отличается. Вот такие вот тонкости. Но есть много обучающих материалов. Есть отдельные статьи по этому сайту. Его очень любят создатели других сервисов. Например, есть плагин сервиса Удоба. Если вы создаете разные презентации, викторины в этом сервисе Удоба, то вот как раз WordPress очень хорошо с ним интегрируется. Есть у них плагин специально под этот сервис. Можно попробовать. Давайте посмотрим на другие варианты. Все-таки платный вариант нам не очень симпатичен. Что еще можно посмотреть из блогов. Живой журнал. Этот сервис существует уже давно. Правда, говорят, что он уже позабытый, позаброшенный, никому не интересный. Но так или иначе он функционирует. И библиотечные блоги здесь есть интересные. Сейчас я опять ссылки вам разные интересные отправлю в чат на разные блоги. Посмотрела. Здесь плюс этого сервиса в том, что он похож на социальные сети. То есть вы можете здесь одновременно с ведением блога еще с кем-то дружить. Заводить так называемых френдов. Зафрендиться с кем-нибудь и следить за его публикациями. Одновременно и социальная сеть, и дневник. Вы можете организовать здесь даже свои сообщества. Приглашать туда своих френдов. И вместе с ними организовать какую-то деятельность. Тоже хороший вариант. То есть по сути это блог, он же тире социальная сеть. Выполагает два в одном опции. Раньше он был очень простой. Сейчас немножко усложнился. В хорошую сторону усложнился. Дело в том, что здесь появились много красивых шаблонов. Больше ста я здесь насчитала разных шаблонов. Вот они. Только это первая часть. Листать, перелистать. Единственное, что опять-таки есть платные, есть бесплатные. Те, которые с зелеными кнопочками внизу, называется, применить. Они бесплатные. Их можно тут же к своему блогу применять. То есть заходим, регистрируемся. От нас требуется только выбор стиля. Вот как раз оформительский. И выбор макета. Как мы хотим его видеть. Три колонки, две колонки справа, слева. Вот такой вариант. И после этого все можно писать. Здесь настройки вообще минимальные. Особо вникать даже не придется. А вот пост. Посты есть двух вариантов. Можно классический вариант. Он внизу с визуальным редактором. Здесь много кнопок. А есть еще более простой вариант. Сейчас живой журнал его пропагандирует больше. Это вверху. Прямо вот белую простыню открываем. Начинаем набирать текст. В нужный момент нажимаем на кнопочку с плюсом. И у нас открывается вот такой вот список того, чего можно добавить внутрь этой статьи. Здесь можно и картинку, как вы видите, добавить и видеоролик. И из инстаграма какой-то контент. Встраиваемый объект добавляется через такую косую в скобочках. И, собственно говоря, это вполне функциональный пост получается. Можно много чего добавить и много о чем написать. Жаль, что он уже не такой востребованный. Функционал у него вполне неплохой. И самое главное, если вы не хотите утруждаться настройками, вымерять, замерять какого цвета шрифта и так далее, здесь все будет, то живой журнал – вариант хороший в этом смысле. Ну, теперь о платформе, на которой я работаю. Платформа называется Blogger. Это гугловский инструмент. Раз гугл, значит, есть опции совместной работы. И, значит, все бесплатно и без рекламы. Это хорошо. Ссылки я вам сейчас добавлю. Ссылки у меня на библиотечные блоги. На те, которые я подписана, которые я читаю периодически. Еще нахожу там интересную информацию. Если вам они будут интересны, можете тоже себе эту ссылочку сохранить. Три блога, три ссылки. Ну, и если вам интересно, вот сейчас последний. Добавлю ссылку на блог, в котором я работаю. Роза Ветров Север. К сожалению, сейчас по ряду причин он немножко у меня позаброшенный. Мне очень стыдно. Но я надеюсь, на майских праздниках я исправлю эту ситуацию. Новые посты появятся. Блогер. Расскажу о нем поподробнее, потому что я о нем больше знаю. Ну, и больше могу что-то интересное по его поводу посоветовать. В основном, когда начали создаваться библиотечные блоги, они все создавались как раз в большей части вот на этой платформе. И в этом смысле это было удобно, потому что можно было подписываться на другие библиотечные блоги, создавать себе список чтения. Это очень удобно. Сейчас очень многие блоги пропали из поля зрения. Кто-то уже просил. Какие-то блоги не ведутся. Но все равно на сегодняшний момент она считается этот сервис для таких продвинутой бесплатной платформы. Она развивается. Не сказать, что она застыла в каком-то статичном состоянии. Здесь появились многие шаблоны. Причем шаблоны интересные. У меня Роза Ветров Север Блог, он более такой классический. Он был создан давно, 10 лет назад. Поэтому классика так и осталась с того времени. Сейчас здесь появились возможности создавать блоги в виде плитки, в виде динамического просмотра, перелистывания, какая-то анимация добавилась. То есть здесь можно выбрать довольно много интересного. И любой шаблон можно опять-таки под свои задачи настроить. Есть пустой шаблон опять-таки, есть уже готовый. С готовыми работать проще. Начинаем с того, что мы даем блогу название и начинаем прорабатывать его макет. Макет выглядит следующим образом. Вот это макет блога Роза Ветров Север. Заголовок. Дальше гаджет страницы означает, что это меню у нас здесь. Дальше основной пост, он называется запись в блоге. Ну и с правой стороны виджеты, которые я добавила на страничку. Здесь в виджетах есть и картинки, и тексты, и архив публикаций. Опять-таки нажимаем на кнопку «Добавить гаджет», он же виджет. И далее открывается список всего возможного, что можно добавить. Выбираем, и он появляется у нас. Можно с правой стороны, можно колонку эту перенести слева. Здесь все меняется, мышкой можно двигать, менять местами. Все что угодно. Добавили гаджеты, установили макет. Дальше можем оформлять этот блок, выбирать. Можно взять, конечно, то, что есть в шаблоне, но можно добавить что-то свое. Например, шрифт выбрать, начертание этого шрифта, больше-меньше буквы установить. Вплоть до того, что можно ширину каждого столбика в пикселях отмерить. То есть конкретно, сколько в пикселях будет основной столбик, сколько вспомогательный. Далее в настройках можно еще дополнительные какие-то опции применить. Обращаем внимание на дизайн. Дизайн – это у нас разные оформительские вещи. Ширина столбика, цвет, шрифт, размер. А тема – это поиск шаблона. Если вам не нравится этот шаблон, вы можете всегда поменять на любой другой. Содержание адаптируется под новый шаблон. А вот раздел «Настройки». В настройках интересно, что есть – это приглашение к совместной работе. Вы можете пригласить новых авторов, нажать. Можно даже настроить так, чтобы доступ был не для всех, а для тех, кому пришлете ссылку. Например, вы создаете какой-то суперсекретный мастер-класс или какой-то квест, который только для детей у вас рассчитан. То есть такой доступ, называется «Доступ для чтения». Если вы настроите «Доступ не для всех», то туда могут попадать только те, у кого будет ссылка и будет код для доступа. Это тоже неплохая опция. Дальше еще одна хорошая кнопочка – «Список чтения». Здесь даже если вы и в блоге не работаете, но создали какой-то там свой аккаунт, представительство, то вы можете создавать свой список чтения, подписываться на любимые ваши блоги, и они у вас в списке окажутся. Очень удобно. Вы можете и создавать свои сообщения, и просматривать сообщения в других блогах. Более того, в этот список вы можете добавить вообще все, что угодно. Не обязательно. Это должны быть блоги, которые созданы на платформе «Блогер». Вы можете добавить и сайты, ну, в общем, такую ленту с чтения себе соорудите в этом сервисе. Любые сайты, любые блоги, все, что захотите, можно добавить по ссылке сюда. И постоянно смотреть за новыми публикациями. Это удобно. Ну, и еще несколько слов в заключении о постах. Как они здесь выглядят. Вот такая панель инструментов. Она достаточно удобная, на мой взгляд. Здесь основные есть. Можно добавлять гиперссылки, картинки, видео по ссылке с YouTube. Любые встраиваемые объекты можно добавить. Блогеры, на мой взгляд, наиболее функциональны в этом смысле. Без ограничений позволяет добавлять любое содержание. Более того, здесь есть опция отложенного постинга. Она, собственно говоря, есть и в том же WordPress. Это значит, что вы создаете публикацию, но выставляете определенный срок, когда она должна появиться. И вам не нужно дополнительно заходить на сайт, заходить в сервис, дополнительно вручную публиковать. В определенное время вы настраиваете, и сервис делает всю работу за вас. В общем, неплохой инструмент. Можно попробовать, поэкспериментировать. Еще одно интересное явление в благосфере, это явление последних лет, это тяготение к микроблогингу. Сейчас, поскольку нехватка времени, все люди заняты, нет времени на оформительские вещи, разбираться в каких-то тонкостях оформления тоже не хочется. Поэтому очень много сейчас создается статей в так называемых микроблоговых системах, где не нужно заниматься оформлением, просто зашел, зарегистрировался и тут же начал писать. И из этих публикаций так постепенно создается блог. Это очень удобно, особенно если вы не планируете на постоянной основе ввести блог, а вот время от времени периодически хотите что-то написать, то для этого есть несколько микроблоговых сервисов. Один из них называется Medium. Создатели этого сервиса те же, что и создали Twitter, поэтому у него есть регистрация не только по электронной почте, но еще и через Twitter или Facebook можно зарегистрироваться. Платформа англоязычная, здесь на английском языке, но здесь все очень просто. Ничего оформлять не надо. Сразу отдается белая простыня, где мы записываем название публикации, нажимаем на кнопочку плюс, и получается мы можем добавить еще и фото, и видеоролик, встраиваемый объект по коду, и даже разделы внутри публикации тоже оформить. Это буквально делается за минут 10-15, у вас уже готова публикация. Ограничений здесь нет никаких, это абсолютно бесплатно все, и это очень удобно. Для тех случаев, когда нерегулярные публикации, но время от времени хочется где-то опубликоваться, Medium считается на Западе довольно модной моделью для микроблогинга. Правда, она больше распространена за рубежом, здесь больше и на язычных блогах, но она мне понравилась тем, что здесь много есть интересных блогов по IT-технологиям. На английском, конечно, языке, но с помощью гугл-переводчика можно их прочитать, поэтому я к ней присмотрела, и здесь действительно много интересной информации. Даже если здесь ничего не писать, можно много интересного найти для себя. Еще здесь есть такая интересная опция, называется она «Возможность коллективной работы». Правда, эта коллективная работа немножко интересная. Вы можете пригласить так называемых критиков, которые придут в ваш пост и могут написать вам заметки. Они называются «Private notes», чтобы их написать вот на такой замочек. Можно нажать. Вот этот пост, который про «Северное сияние», по-моему, последняя ссылка, это как раз вариант, вы можете там «Private notes» попробовать написать, если хотите, это мой пост. Эти заметки видит только сам автор. Допустим, если читатели нашли какую-то неточность в вашей статье, или вы попросили их покритиковать, и они там что-то обнаружили, они могут вам оставлять вот такие маленькие записочки на полях. Их не увидит никто, кроме вас. Зайдете внутрь своего аккаунта и все это посмотрите. А вы уже сможете там отредактировать, что-то изменить, поменять. Очень удобно. Более того, здесь и возможность комментирования интересная. Откомментировать можно каждое слово. Просто выделяем обычной мышкой нужное слово, нажимаем на значок с комментариями и оставляем свое мнение. Ну, в этом случае его будет уже видно. Наш русский ответ этому сервису. Сервис «Стория». Просто информация к размышлению не более, потому что сервис более развлекательного характера. Там есть, конечно, интересные статьи, но их не так уж и много. Библиотечных и учебных каких-то материалов особых я там не обнаружила, оно скорее более развлекательное. Хотя создатели ориентировались на этот самый медиум, хотели создать что-то такое же, только на русском языке. Оно здесь точно так же и работает с вариациями. Дело в том, что все публикации, которые здесь будем создавать, они все тоже сортируются по категориям. Но это удобно для поиска. Поэтому перед тем, как начать что-то писать, сервис спросит, в какую коллекцию, в какую категорию вы хотите отнести свою статью. Можно создать свою коллекцию. У меня, например, коллекция «Культура и искусство». Я попробовала ее создать. Ну, а можно выбрать что-то из списка и присоединиться уже к созданным коллекциям. Почему нет? Это тоже возможно. Ну и далее, после того, как мы выбрали категорию, начинаем писать. Здесь примерно как в медиуме, тоже белое поле. Правда, тут по графам. В начале заголовок, потом сам текст. Ну, а к тексту через плюсик добавляем картинки, видео, устраиваемые объекты. Можно еще контент из Facebook прикрепить. Ну и далее все это сохраняем. И тут же можно распространять. Тоже такой микроблогинг. Но для тех, кто не любит заморачиваться с визуальным оформлением блога. Ну и вот этим сервисом я хотела сегодня закончить. Это Яндекс.Дзен. Конечно же, о нем сложно не говорить, потому что он сейчас на подъеме. Сейчас очень много контента создается вот как раз внутри этого сервиса. Когда он только появился несколько лет назад, о нем говорили довольно скептично, что он долго не проживет, слишком много конкуренции. Но жив курилка и работает, и вполне успешно. Более того, создатели сервиса утверждают, что здесь можно даже каким-то образом блок этот монетизировать. Если определенное количество наберете прочтений ваших статей, то вы сможете зарабатывать деньги на этом. Правда, я не знаю, как это с практической точки зрения. Меня этот вопрос не особо интересовал. Ну, с точки зрения использования в работе, здесь много каналов, каналов интересных. Здесь и библиотеки представлены. Вот одна из ссылок, это ссылка на библиотеку Мурманской областной научной библиотеки, где я сейчас работаю, в частности. Здесь есть и интересные образовательные ресурсы. Последняя ссылка, например, называется «Цифровой портфель учителя». Там хороший канал для любителей онлайн-сервисов, которым хочется получать интересную дополнительную информацию. Можно на него подписаться. Изначально Яндекс.Дзен, это, собственно говоря, работал как сервис персональных рекомендаций для тех, у кого есть аккаунт Яндекса. Автоматически вам предлагается, в зависимости от ваших интересов, лента каких-то интересных статей на основе ваших предпочтений, что вы чаще всего читаете. Но вы можете не только читать, вы можете здесь и писать, и создавать свои публикации. Все очень просто. Регистрируемся. Для оформления канала нужна всего лишь обложка и описание, что вы хотите сказать этим каналам. Ну и все. Ну а дальше переходим уже к созданию публикаций. Публикации здесь создаются очень просто, поэтому я бы тоже сказала, что это больше микроблогинг. Опять-таки вот это белое поле, текст какой-то можем вписывать, ну а затем, нажав на плюсик, добавлять вот такое содержимое. Если блогер интегрирован хорошо с Google сервисами, то вот Яндекс.Дзен интегрирован с Яндекс.Сервисами. Здесь можно добавлять формы Яндекс, можно добавлять музыку из Яндекс.Музыки, можно добавлять Яндекс.Карты, например. Можно добавить видео с Ютуба и еще из социальных сетей, из Инстаграма и из Фейсбука. Для этого просто ссылку вставляем внутрь самого текста, и она тут же преобразуется в нужный нам контент. По сравнению с тем же блогером возможности здесь поменьше. Вот, поэтому я пока выбор сделала в пользу блогера. Но, правда, если вы хотите быстро и очень такие несложные посты публиковать, то это тот самый вариант Яндекс.Дзен. Само поле для редактирования выглядит вот так. Ну, сравниваем с блогером и то, что здесь происходит. Здесь примерно небольшое количество вариантов, заголовок больше-меньше, маркированный список, начертания, ну и можно гиперссылку еще добавить. Да, Дзен часто придирается к авторам, это я согласна. И плюс там еще определенные требования есть для статьи, они не должны быть плагиатом, там еще, наверное, предмет этого просматривается. Поэтому там есть несколько тонкостей, те, кто работает с Яндекс.Дзеном, наверное, об этом знают. Я просто попробовала, посмотрела, нравится, не нравится, и вернулась опять к блогеру. Вот, блогер мне показался полидемократичным, он ни к чему не придирается и очень хорошо выдается в поисковых запросах. Блог розоведров в Гуглах очень хорошо ищется. Вот. Ну, опять-таки, это и сдержки поисковой системы. То есть, если бы я в Яндексе набрала, там бы, наверное, на первое место вышли Яндекс.Дзены, блоги, созданные на этой платформе. Поэтому тут какой поисковик использовать еще. Ну, в общем, для микроблогинга это очень даже ничего. Можно попробовать, поэкспериментировать все на русском языке. Вот таким образом. Ну, и в заключении это буквально несколько слайдов. Я их очень быстро, обзорно. Собственно говоря, о чем писать в блоге, что важно. Про блогов, про блоги очень много разной литературы, много публикаций, много блогеров, мастит их, дают советы, как и что писать. Собственно говоря, можно к ним, конечно, прислушиваться. Ну, и внутренний голос тоже не забывать. На что бы конкретно я обратила внимание? На заголовок статьи, потому что по заголовку чаще всего пользователь определяет, нужно ему читать или не нужно. И первые строчки, так называемый лит, от английского лит, вести за собой. Вот это тоже очень важно. То есть уже доказано, что читатели блогов читают буквально первые несколько абзацев. Если они их не зацепили, то они вряд ли статью дочитают до конца. То есть нужно тут всю свою душу вложить в первые несколько абзацев, в первые хотя бы несколько строчек, чтобы привлечь читателей. Если вы хотите, чтобы читали, то придется что-то нетрадиционное придумать, необычное, чтобы привлечь читателей. Ну, и еще важно, конечно, смотреть на макет. То есть что имеется в виду? Это то, что просто простыня текста читается плохо. Ее нужно разбивать, очень много разбивать на абзацы. В нашей письменной речи, в книгах, как правило, абзацы могут быть большие. Но читать на экране такие абзацы очень неудобно. Поэтому тут в нарушении законов русской грамматики приходится еще больше дробить абзацы буквально по 2-3 предложения, чтобы они на экране визуально смотреть маленькими. И они привлекают таким образом больше внимания. Объем публикации. Очень много вопросов задают по поводу объема. Какой должен быть пост, сколько там должно быть в слов. На мой взгляд, это не самое важное. Но вот гуру, благоведение считают, что надо 700 слов и можно и больше. Но не менее 700 слов. Но на самом деле 700 знаков, наверное, все-таки, а не слов. Ну, в общем, можно ориентироваться на эти цифры, а можно своим собственным путем идти. И если есть о чем сказать, то надо об этом говорить. Ну и грамотность, естественно. То, что привлекает в читателей, то, что может оттолкнуть. Здесь на этом слайде у меня собраны полезные ссылки, если вам интересно. Это сервисы для проверки орфографии, для проверки читабельности, типографики. Но типографика – это начертания букв, вот эти вот лапки, кавычки. Вот это имеется в виду. Неверные символы заменяются на правильные. Можно походить, посмотреть, если вам понадобится помощь, то можно к этим сервисам обратиться, а не бесплатные. Ну, еще один инструмент, о нем наверняка вы знаете. Это сервис «Главред», сервис для улучшения текстов. Сколько копий было сломано вокруг этого сервиса. Кто-то очень любит его и все тексты проверяет через него. А кто-то говорит, что этот неподходящий сервис, он убивает авторские красоты. Для художественных текстов я согласна. Я к нему не очень часто прибегаю. В основном я его использую для социальных сетей, когда нужно что-то коротенькое и быстро. А вот если в блоге что-то такое авторское и красивое, я полагаюсь только на себя в основном. Потому что «Главред» выкидывает все лишние слова, так называемую воду, удаляет из вашего сообщения. Ну, вот красным шрифтом выделена вода, которую нужно убрать, по мнению создателя этого сайта. Он оценивает текст по 10-бальной шкале, то есть 8,7, как у меня оценку поставили, это, в общем, неплохо по их шкале считается. От 8 до 10 считается хорошим текстом. Так что тоже можно попробовать. Ссылка активная, внутри презентации, если необходимо, тоже можно использовать в работе. Ну, пожалуй, вот такой краткий экскурс на этом заканчивается. По всем сайтам, сервисам я собрала обучалки. Ну, на мой взгляд, они показались интересными. Я их сюда добавила на последнем слайде. Если интересно, можно походить и более подробную информацию по каждому сервису получить. Это мои координаты, если нужна будет помощь или какие-то вопросы возникнут. Я еще здесь пару минут с вами побуду. Если какие-то появились по ходу вопросы, вы забыли их задать или какое-то дополнение хотите. Спасибо вам большое за то, что вечером собрались. Жду уже на следующий вебинар. Какой конструктор сайта больше всего подойдет для создания многостраничного сайта детского сада? Все зависит от того, что вы хотите публиковать на сайте. Можно тот же самый Викс взять. Он очень симпатичный, так красочно смотрится, потому что, я думаю, для детского сада оно даже такое красочное, красивчатое. Поэтому можно попробовать Викс. Из бесплатного Google Сайт, конечно же, безусловно, он самый простой в этом варианте. Тильду, но Тильду надо учесть, что там есть ряд ограничений. Если уж совсем многостраничный нужен, то, наверное, либо Викс, либо Google Сайт. Вот я бы из этих двух выбирала. Ссылку на презентацию. Сейчас можете скачать ее из раздела с файлами вверху кнопочка. Ну, а ссылку я уже, когда выйду из чата, могу вам еще продублировать ссылку. А, вот. Спасибо большое. Ссылка появилась. Надеюсь, информация окажется вам полезной. И уже до встречи теперь в мае на следующем вебинаре. Всего доброго.